Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, друзья! С вами я, Светлана Ата. Возвращаюсь к привычному образу жизни и тут навстречу с Настей. Вот так я сегодня выгляжу, как снегурочка вся в белом. Скоро лето заканчивается, уже вечером куртку надо одевать. Жду машину. Вместе с вами. Кокетничаем с Настей. Привет, я вам давно не виделись. Да, давно не виделись, Света была занята очень. А вот девушка сейчас прошла. В таких лосинах черных, а на светлу все трусы видны. Мы как с плетички. С Настей все видим. Неудачно отделает девушку. Да. Может, она сама не знает, что это у нее за лосины. Не знает, конечно. Вот поэтому надо качественно покупать вещи. Потому что некачественные в такой момент могут вас подвести. Всем привет, мои хорошие. С вами я, Светлана Ата. Начинаю свой блог с такой страшной картины. Ну, в принципе, она уже не страшная, потому что, вот видите, вы еще сохнут полы. У меня несколько дней жили гости. И сегодня у меня генеральная уборка. И то надо быстренько успеть, потому что скоро ухожу тоже навстречу. Что я сегодня делала, посмотрите, там уже почти все чисто с Ашкэмом. Помогал он мне. Перемыла все стены. Постелили ковры. Тут сохнет. Сейчас постелим, перевернем тоже. Попылесосили. Вот так вот. Прибил Ашкэм фотографии. Сейчас покажу вам. Сюда постелили вот такую дорожку. Перебрала я старую обувь. Выбросила. Сюда такую. Постелили. Видите, все чистенько. Так приятно вообще. Тут вот эти коврики. Я отсюда все постирала Ашкэм. Вот комната для гостей. Убрала. Постелили сюда. Видите, чем Светлана занимается в воскресенье. А это столько вещей отдам. Придет мне заловка. Посмотрит, что и в деревню. Так. Здесь уже я, знаете, что мою полы. А мой муж вот так стелит. Вот постелили здесь дорожки. Уже чистенькие. А там у меня и стирка. Это в стирку. Посмотрите, как Ашкэм повесил фотографии. Постелили вот такой коврик маленький. И красную такую я сделала накидку. И немножко, правда, у нас вид совсем другой стал в комнате. Когда яркое что-то. Цветы все поотрезала, посрезала. Утром на завтрак сделала мужу. Хачапури. Сейчас высохнет. И все. Здесь коврики постелю. Так. Точки, точки. А это что? Ой, у меня гвоздичка такая. Она им дала мне. И говорит, сохрани у меня. Она мне цветет. Так, Алесе. Солнышка нету. Ну, не прохладно. Ну, уже и не жарко. Вот. Наш мерсин воскресный день. Цветы такие у меня. Аж приятные. Всех их рассажу потом. Вот такую рыбу я вчера жарила. Гумош называется. И вот эту рыбу я вчера жарила. Не снимала ничего. Потому что я что-то вот такой вот. Была апатия ко всему. Сели, поели с Ашкэмом. И тут вдруг под конец я встала. Раньше. Не Ашкэму. Даже страшно говорить, что вчера произошло. Так вот, друзья мои. Ашкэм подавился этой рыбиной косточкой. Она у него встала. Вот говорит здесь. Что мы только с ним не делали. У него все глаза повылазили от того, что он столько вчера кашлял. Что только он не делал. И вызывал рвоту. Ну, у него она как встала комом. И все. Я ему и сухарь, и хлеб. И даже вот пинцет простерилизовала. Хотела. Но он никак не дал. Не дал посмотреть. Язык мешает. И все. И вроде бы поехать куда-то уже было поздно. Это только скорую помощь. Но он говорит, не так страшно. И вот я даже не знаю, как ему помочь. Хотя сама медик. Что только им давала. Как встала эта кость. И все. И стоит. Сейчас Заловка говорит, отварить надо картошку в мундире. Я не знаю, что она это даст. Но он настоял. И я ему отварю сейчас картошку. И если вдруг что-то у нас не... Так же и будет стоять на месте. Завтра мы с Ашкой мы пойдем в больницу. Ему вытащат эту кость. Я всегда доверюсь. Как маленький ребенок. Я так медленно кушаю. Хотя эта рыба вообще без костей. Там чуть-чуть. И в конце я не знаю, что произошло с ним. У него аж глаза пухшие. Не хочу его показать. Потому что он целую всю ночь мучился. И я мучилась с ним. Не знаю, друзья мои. Вот так вот. Ну и Ашкой с рыбной косточкой в горле. Грустная новость. И несмотря на это он еще помогал мне весь день. Не дождемся понедельника. А вот и я, мои хорошие. Как руки валят. Опа, и сил нету. У меня что-то я так устала. Ну, Настя сейчас меня заберет. Должна обязательно пойти и встретиться с собой женщиной. Еле иду. Ашкой с этой костью мучается. Картошка не помогает. Сестра позвонила. Говорит, был такой случай в Турции. Что когда один мужчина тоже проглотил кость, поехал к крачу и он ему не вытащил пень. Оливковое масло, мед. Ну, не знаю, оставила сейчас. Потому что нужно идти. Но он не тяжелый ничего. Просто она его беспокоит. Мы будем сегодня работать усиленно над этой костью, чтобы она вышла. Сволочь такая. Нарвашка мучает. Он бедный вообще. Аж глаза чуть не вылезли вчера. Рыбка осталась. Говорит, я даю ему. Руни прикасайся вообще. Друзья мои, нахожусь сейчас возле крупного центра торгового центра торгового. В нем в основном продается техника. Называется он Ватан. Клаза Ватан. Кстати, я тут еще не была. Надо сходить посмотреть, что здесь такое. Ну, а с этой стороны заправка. Совмещаю приятное с полезным. Мои дорогие, мы поужинали с Ашкымом. И я села на балкончик, руки отваливаются. Наверное, сегодня буду обесполивать, потому что у меня все мышцы такие напряженные. Но завтра, наверное, не смогу поднять ничего. Такая я уставшая сегодня. Еще ходила же навстречу. пришла, ужин сделала и поужина. И сейчас хочу с вами чуть-чуть поболтать на очень такую тему. Многие из вас меня очень разозлили. О чем бы я хотела с вами поговорить, друзья мои? Мое предпоследнее видео, которое называется «Как турки разговаривают на русском», мне пришлось отключить комментарии. И не потому, что я их почитала и оставила там еще что-то. А потому, что меня попросили их отключить или удалить вообще видео. И я вообще когда загрузила видео, вы сами знаете, что у меня были гости, я не просматривала, не читала комментарии. Ну, мне не получалось. Я занималась своей жизнью, потом зашла, мы ехали в дороге с Настей, я зашла, почитала, у меня волосы стали дымом. Просто прочитала, но ответить мне не было времени. Я прям на ходу стала их удалять, потому что мне было стыдно. Но какие-то я не успела все дочитать до конца. Друзья мои, вот знаете, что я хочу привести в пример такую ситуацию. Вот, допустим, вы любите, смотрите мой канал, да, ну, приедете в Мерси, захотите со мной познакомиться. Скажите, Светочка, мы придем к вам, допустим, да. Но я скажу, приходите, пожалуйста. просто, если я сниму видео, и кому-то это не понравится, ведь я уверена, что сколько мнений, столько и взглядов на жизнь, на весь мир, и начнут про вас писать. Вам это понравится. Вот я просто прошу вас быть на месте моих знакомых, моих гостей. и некоторые даже сказали, что Света, отписываемся от вас. Ну и отписывайтесь, если у вас, это для вас большая причина. Но почему вы судите людей по первому взгляду, по движениям? Мне так было жалко удалять видео, потому что там было столько хороших эмоций, мы столько смеялись, мы так классно провели время. Они неплохие ребята, почему так говорите? Друзья мои, будьте милосердием, будьте добры, и представьте, что вы бы могли оказаться на их месте, и вас бы с ног до головы полили бы грязью. Еще так неприятные слова такие писали. Я познакомилась с Оксаной давно на канале. Потом мы как-то с ней прекратили связь, потом иногда звонили друг другу, писали. Но вот первый раз я с ней увидела здесь, в живую скажите мне, она очень нормальная, интеллигентная девочка. Просто та ситуация у нас такая, мы сидели такой семейным кругом, ничего плохим не занимались, никого не обсуждали. Именно тащились от наших турков и получали удовольствие. И прошу вас, вы тоже получаете удовольствие от нас. Я уже боюсь кого-то показывать и снимать, потому что люди говорят у тебя на канале друг друга, ой, не знаю, поливают всех остальных грязью. Поливайте меня уже. Ладно, я уже смирюсь с этим, если вы будете поливать меня грязью. Но, пожалуйста, только делайте такие вещи, чтобы я должна была отключать комментарии, не видеть ваши сообщения и не иметь с вами обратную связь. Ну что, буду заканчивать, сейчас будем пить чай с Сашкой нам. Кстати, мне надо сейчас еще полить вот эти цветы. Кстати, хочу еще как цикады поют, не так ли? Цикады, цикады, раньше я бы не замечала, а когда что-то видео слушала, так обратила внимание, что такие есть птички, да, цикады, это же птички цикады, скажу, цвета опять утупила. Так вот, друзья мои, что бы я хотела добавить, вот много очень вопросов по поводу Натальи и Марины Анатольевны. Наталья купила квартиру, она почему вернулась с онлайн, потому что ее там не устроили цены на недвижимость, то есть там за ту сумму, которую она могла здесь купить один плюс один, вот купила с новой мебелью, с техникой, с ложками, с вилками, с одеялами даже, с квартиры такой купила обалденную, ну, не буду говорить цену, потому что это не моя компетентность, я не хочу с этим не делать, я просто говорю, что вот очень хорошую квартиру, она здесь купила в таком состоянии, они же не просто поехали на разведку, посмотреть, что и как, на пару дней вернулись сюда, в Мерси, ну и здесь они уже активно начали заниматься просмотрами, там, с риэлторами, с одним, со вторым, с третьим, и вот я вот увидела всю подноготную и сказала, что никогда не захочу заниматься этой недвижимостью, потому что это столько надо нервов, столько надо энергии, мой бизнес самый лучший, самый крутой, самый красивый, и вот Наташа, вот мне с Наташей разговаривали, может я у нее когда-то интервью возьму, да, мы естественно встретимся, не уехала же она в тундру, и вот она пожелала, там, скажи, говорит своим подписчикам, я пока сейчас не готова, там, ну, пока у нее такое состояние адаптации тоже, понимаете, и она сказала, что передай всем, что ни в коем случае онлайн квартиры, чтобы люди не покупали, ну, вот я тоже думаю, ну, как можно купить онлайн квартиры, когда очень много есть разговоров, даже моя знакомая говорит, какой-то там риэлтор приехал куда-то-то там и говорит, онлайн покупайте, то как можно онлайн, друзья, мы ходили, поскольку квартир я увидела, мы все проверяли своим глазом, где пахнет целый растек, где там течет, какая это квартира, а как вы можете наугад вот так купить, вы же не знаете, где солнце, когда что, нет, я просто от души и хочу, чтобы все были довольны, приезжайте, снимайте здесь квартиру, поживите какое-то время, а потом покупайте, вот, и пускай на меня не обижаются, но мое такое мнение, ну кому как повезет тоже, я вообще в этом не вмешиваюсь, это просто Наталья передала вот вам такие слова, и может она тоже с вами когда-нибудь поговорить на эту тему, и даже может быть покажет свою квартирку, такую вообще классную, мне очень понравилась она, вы видите, как хорошо сижу, на своем балкончике, в общем, друзья мои, пошли мы под чай и отдыхать завтра, понедельник, вот так. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.